Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Трагедия на Волге. Самарский адвокат погиб при столкновении катеров. Готов наполовину. Левую сторону Южного моста пустили в эксплуатацию. Новый речной вокзал заработает в июне 2018 года. Как идет стройка чемпионата мира по футболу, обсудили на совещании у губернатора. Десятки миллионов рублей, нажитые непосильным трудом, украл у вип-клиентов менеджер одного из самарских банков. Бессердечная погода. Перепады давления приводят самарцев на больничные койки кардиодиспансера. Упал с гидроцикла. В Самаре завели уголовное дело по факту гибели сына президента Палаты адвокатов Самарской области. Напомним, Илья Бутовченко, адвокат, бывший следователь регионального следственного управления Следственного комитета, погиб вечером 22 июля в результате столкновения катера гидроцикла. Первоначально в соцсетях писали, виновником ЧП был неопытный водитель лодки. Однако, по предварительным данным, все же гидроцикл врезался в лодку, сообщают в Куйбышевской транспортной прокуратуре. В речном ДТП пострадал пассажир гидроцикла. Из воды его вытащили отдыхающие с катера. Так как мужчина скончался на берегу, материалы проверки передали в полицию. Стражи правопорядка разбираются, виноват ли в смерти пассажира водитель гидроцикла, который, по предварительным данным, был в нетрезвом состоянии и оставил погибшего в воде. После столкновения с маломерным судном, он поднялся на гидроцикл и уехал с места происшествия. Его пассажир остался в воде. Очевидцами, он был подобран и доставлен к спасателям. Были оказаны революционные действия, однако, по причине полученных травм, данное лицо скончалось. Еще одна трагедия произошла в выходные в Самаре. Ребенок умер в кресле стоматолога. По версии следствия, несчастье случилось примерно в 9 утра 23 июля в частной клинике «Практика» на проспекте Ленина. Пятилетнему мальчику начали делать общее обезболивание и вводить его в состояние медикаментозного сна. Во время процедуры у ребенка нарушился сердечный ритм, а врачи пытались реанимировать его, но спасти не удалось. Он скончался до приезда бригады скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». После введения нескольких медикаментозных препаратов у ребенка произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался. Расследования уголовного дела в настоящее время продолжаются. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления. Родился в рубашке в Сызрине в многоэтажке на улице Красильникова. Мужчина упал в вентиляционную шахту и остался жив. Пробыв там 9 часов, ЧП произошло на техническом этаже под крышей девятиэтажного дома. Как рассказал 27-летний пострадавший, в полдень он решил покурить, сел на край трубы и провалился в вентиляцию. Спустя несколько часов его обнаружили за бетонной стеной первого этажа. Спасатели прорубили стену подъезда и в 9 вечера достали мужчину из шахты. От лечения и госпитализации пострадавший отказался. Осталась половина. Подрядчики полностью завершили ремонт на левой стороне мостового перехода Южный и путепровода Аврора. Обновленную дорогу открыли в эти выходные. В то же время закрыли на ремонт правую часть. Окончательно мост заработает в конце октября. Марина Кравцова узнала, что уже сделали и почему строители рассчитывают справиться с задачей раньше срока. Экватор пройден. Началась вторая стадия ремонта Южного моста и путепровода Аврора. Половина готова. Здесь отремонтировали пролеты и опоры, заменили деформационные швы, уложили новое асфальтовое покрытие в два слоя, отремонтировали тротуары, поменяли бордюры, установили новые барьерные ограждения и фонари. Подрядчики уже завершили ремонт левой половины моста и переходят на правую. Соответственно поменяется и схема движения. Правую часть моста закроют, а левую откроют для движения легкового транспорта. Делают это в ночное время суток специально, чтобы не создавать дополнительных пробок в часы пик. Ремонт проводят в рамках национального проекта «Безопасные и комфортные дороги». Несмотря на дождливое лето и погоду для ремонта не самую благоприятную, все работы идут в строгом соответствии с графиком. А теперь строители обещают ускориться. Мы попытаемся ускориться, чтобы все-таки ввести эти два объекта в октябре месяце, где-то в районе, наверное, середины октября. Ну и будем надеяться, что погода будет более благосклонна к нам, не так, как на этой половине. Скорость важна, но главное качество. Комплексный ремонт идет на всей протяженности мостового перехода Южный и путепровода Аврора. Это 1 километр 200 метров. Капремонта здесь не было более 40 лет, и мост просто был небезопасен. Деформационные швы пришли в негодность. Теперь же их заменили, сделали по самым современным технологиям. Гарантия завода-изготовителя на швы 35 лет. Контроль качества работы подрядчиков проводят ежедневно. Контроль качества осуществляется на всех этапах. Непосредственно после проведения каких-то скрытых работ. Вместе с заказчиком проходили, все это освидетельствуется. Проверяются отметки согласно проекту. По покрытию непосредственно это испытание, это проверка на толщину, качество работы. После завершения работ, как говорят подрядчики, пропускная способность моста станет больше. Из-за качества дорожного покрытия оно должно без трещин прослужить не менее пяти лет. Марина Кравцова, Василий Калташов, События. Готов более чем на 70% на стадионе Самара-Арена заканчивает монтаж основных металлоконструкций. Параллельно благоустраивает прилегающую территорию. Подрядчики рассказали губернатору, как ведутся работы. Монтаж металлоконструкции – самая сложная практически ювелирная работа. Хотя вес деталей измеряется сотнями тонн. Тут важно, чтобы погода не подвела. При сильных порывах ветра установка блоков консолей невозможна. Сейчас эта работа на завершающем этапе. Многотонный кран устанавливает 94-й блок. Осталось теперь две консоли. И в течение где-то недели в 8-10 дней максимум будет. Эта часть, вся главная часть, может быть самая сложная, будет завершена. Станутся по металлу работы уже менее сложные. Ну и сейчас вопросы благоустройства и вопросы, связанные с делкой внутренней. Рядом со стадионом активно идет строительство двух новых дорог. Улица Арина 2018 и дальняя. Начались подготовительные работы по благоустройству. Выравнивают площадку, делают парковку, сносят старые помещения радиоцентра, вывозят мусор. Здесь появятся пешеходные зоны, оборудованные навигационной информационной системой. Велодорожки, будут разбиты газоны с автополивом и архитектурная подсветка. Во время чемпионата мира на стадионе пройдут шесть матчей. Екатерина Семенова, события. Дороги в Самаре ремонтируют с опережением графика и значительно превышают темпы и объемы по сравнению с прошлым годом. Полным ходом реконструируют знаковые объекты областной столицы Струковский сад, четвертую очередь набережной, площадь Куйбышева, парк Металлургов. На главной площади Самары уже заменили коммуникации, укладывая тротуарную плитку. Подготовку к чемпионату мира по футболу обсудили на рабочем совещании губернатор Николай Меркушкин, глава Самары Олег Фурсов, министр строительства региона Александр Баландин и вице-губернатор Александр Фетисов. Уже начались работы по подготовке территории вокруг стадиона Самара-Арена. Также с опережением идет строительство дорог Дальняя и Арена. Губернатор подчеркнул, что все работы и графики должны быть под ежедневным контролем. Особое внимание к строительству нового речного вокзала в Самаре. Заработать он должен уже 1 июня 2018 года. Незаконных киосков в городе становится все меньше, но предприниматели расставаться с бизнесом не хотят. Многие арендуют помещения на первых этажах жилых домов и продолжают торговлю. В результате рост числа магазинов, продающих алкоголь, с начала года составил 20%. Как на это смотрят в Самарской мэрии, выяснила Лариса Шлафаст. С улиц перешли в помещение. После того, как из Самары с начала года вывезли больше 100 киосков, предприниматели перебазировались на первые этажи жилых домов. Число таких магазинов увеличивается в геометрической прогрессии. В основном открывают пекарни и пивные. Причем каждый второй магазин торгует именно спиртным. Видна тенденция увеличения в 2017 году по сравнению с 2016. Количество торговых объектов, реализующих пиво и пивные напитки, плюс 20%. Рост на 20% он, конечно, такой тревожный. Мне кажется, здесь нужно поглубже тоже проанализировать, посмотреть. Если у нас опять возникает ситуация, что люди зарабатывают деньги, а санитарное состояние, так сказать, или там режим тишины не соблюдают, значит, этому нужно выстраивать какие-то барьеры. Районные власти вместе с полицией, госжилинспекцией и налоговой службой обследовали полторы тысячи магазинов, где торгуют алкоголем. Выявили почти тысячу нарушений. В основном это отсутствие документов и антисанитария. На особом контроле ситуация с незаконной рекламой. Сейчас заключено 4 муниципальных контракта на демонтаж 80 конструкций. Также комитет по рекламе отправил письма компаниям, которые размещают свои объявления на незаконных счетах. Незаконные рекламщики, они процветают благодаря тому, что их поддерживают, собственно, рекламодатели. И правильно делаете, что информируете руководство о том, что их подчиненные сотрудничают с незаконными компаниями. Уже до начала сентября в Самаре должны убрать 300 нелегальных рекламных счетов. Такое поручение дал глава города. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов, События. Медаль за содружество во имя спасения получил глава Самары Олег Фурсов. Это ведомственная награда МЧС России. Ее вручают гражданам страны, особо проявившим себя в укреплении взаимодействия во имя спасения людей. В этом году погода не раз преподносила жителям Самары области сюрпризы. Благодаря слаженной работе оперативных служб и властей города удалось оперативно ликвидировать последствия ураганов и паводка. Награда, она относится к деятельности каждого из нас, присутствующих здесь, работающих на благо города. И, конечно, то, что мы за два года коренным образом выстроили отношения по-новому с МЧС, вот огромная заслуга всех нас. Около сотни незаконных киосков с начала года собственники сами убрали с улиц Самары. На контакт идут далеко не все, и большую часть приходится демонтировать за счет городского бюджета. Вискозные павильоны рядом с историческим зданием на Арцебушевской вывезли спустя пять лет. Все эти годы он пустовал. Репортаж Алины Чемерес. Обшарпанный павильон на фоне исторического здания в этом киоске никто не торгует уже лет пять. Незаконная постройка только портит вид. О том, что ее будут сносить собственника, уведомили. Правда, он сейчас далеко за пределами региона. В Ленинском районе свыше десятка нелегальных павильонов. Все их планируют демонтировать. Как такие объекты появились на территории города Самара, очень много сменились предпринимателей, которые отчасти не знают, что объекты незаконные. Мы аккуратно подходим разъяснениями предпринимателей, что пред, когда они пойдут занимать такие площади для своих деятельностей, они внимательно изучали документы, по крайней мере обращались в любое время администрации районов, чтобы понимать, что объект законно-незаконный, хотя бы люди не будут тратить свои деньги на незаконные объекты. Чтобы вывести этот павильон, усилий требуется немало. Объект негабаритный. Его сначала нужно разобрать. Демонтаж киоска обходится городу почти в 8 тысяч рублей. Всего в Самаре незаконных построек около 400. Большинство из них планируют убрать с улиц города до конца года. Со всеми собственниками проводятся предварительные беседы, кого удается найти. Всем им предлагается самостоятельно очистить территорию. Очень много людей стали взаимодействовать с администрацией, с департаментом. Многие убирают самостоятельно. В этом году порядка 100 объектов убраны собственниками самостоятельно. В первую очередь городские власти вывозят незаконные павильоны с улиц, пролегающих на туристическом маршруте. После демонтажа территорию планируют благоустроить. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. В краже почти миллиарда рублей со счетов ВИП-клиентов обвиняется бывший менеджер одного из крупнейших банков страны. В числе пострадавших тольяттинский бизнесмен. Четыре года назад он открыл три вклада. Два валютных, один рублевый. На общую сумму 60 миллионов рублей. Как любому ВИП-клиенту ему предоставили личного консультанта. Когда мужчина этой весной в очередной раз пришел в банк, он узнал, что остаток на его счетах составляет 200 тысяч рублей, а менеджер сбежал. После того, как бизнесмен направил документ с просьбой выдать все его сбережения, ему отказали. Как утверждают в банке, денег на его счетах не было. Фактически все его сбережения. Он раньше занимался бизнесом, теперь ушел на покой, соответственно, вложил деньги в банк. Причем один из этих счетов открытый, это пенсионный счет. В связи с этим сейчас его первое желание, главное, это получить все-таки свои деньги. Беглого менеджера вскоре задержали. На него заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Как выяснилось, обмануть он мог как минимум 10 ВИП-клиентов. Сейчас тольяттинский бизнесмен намерен требовать, чтобы банк вернул ему деньги. Со всеми неустойками и пенями это около 200 миллионов рублей. Жить стало лучше. По информации Самара-Стата, уровень дохода населения в регионе вырос почти на 7%. А в какие профессии оказались самыми прибыльными, расскажет наш экономический обозреватель Ларис Шалафаст. Здравствуйте. В начале недели баррель марки «Бренд» дешевеет. За одну бочку дают 47 долларов 90 центов. Валюта дорожает. На 25 июля Центробанк установил курс доллара на отметке 59 рублей 65 копеек. Евро 69 рублей 47 копеек. Золото стоит 2363 рубля. Серебро 31 рубль 13 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 59 рублей 85 копеек. Дороже всего продать за 59 рублей 35 копеек. Эксперты спрогнозировали очередной рост цен на бензин к концу лета. Россияне стали активнее переводить свои пенсионные накопления в негосударственные фонды. А уровень жизни в Самарской области улучшился. Если верить Самара-Стату, доходы населения выросли почти на 7%. Средняя зарплата в регионе составляет 33 тысячи рублей. Больше всего 100 тысяч в месяц получают специалисты трубопроводного транспорта и сотрудники заводов по производству нефтепродуктов. Меньше всех производителей мебели и сотрудники предприятий рыболовства. Меньше 20 тысяч рублей. На этом все. Удачи в делах. Далее коротко о других событиях дня. МЧС предупредил о возможном резком ухудшении погоды сегодня в понедельник 24 июля. Не исключены дождь, гроза, игра. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистые 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17 градусов, днем 22-27. В Самаре ночью 15-17 градусов, днем 24-26. В Самаре перевернулся КАМАЗ с песком. Авария произошла примерно в 9 утра на пересечении улиц Шверника и Солнечной. На дорогу вылилось топливо. По предварительным данным водитель не пострадал. В настоящий момент обстоятельства ДТП уточняются. В Чапаевске 53-летний мужчина утонул, пытаясь переплыть реку. Дно в месте проведения поисковых работ имеет форму котлована, поэтому у берега резкий перепад глубины. И листый грунт, и стволы деревьев также затрудняли передвижение водолазов по дну. А мутная вода не позволяла использовать подводные осветительные приборы, и водолазу приходилось работать при нулевой видимости, сообщают спасатели. Тело погибшего обнаружили на глубине 7 метров в 25 метрах от берега. Водолазы извлекли его из воды и передали сотрудникам полиции. В Курумыче уничтожили партии с медом и молоком из стран бывшего СССР. Их пытались провести из Таджикистана и Узбекистана без сопроводительных документов. Всю партию общим весом 26 килограмм уничтожили на месте в соответствии с санитарными требованиями. Всего за прошедшую неделю инспекторы Ростельхознадзора досмотрели в аэропорту 64 партии грузов. Проезд по Лоскому шоссе, там где оно примыкает к Московскому шоссе, перекрыли на месяц, сообщают у мэрии Самары. В связи с этим с 22 июля изменилась схема движения автобусов маршрута номер 45. Напомним, на прошлой неделе в Самаре открыли движение транспорта по первому тоннелю на Московском шоссе, построенному на пересечении с Ракитовским шоссе. Вопреки ожиданиям, прохладное лето не помогло кардиологам. Частая смена атмосферного давления, наоборот, осложнила состояние сердечных больных. Палаты областного кардиодиспансера заполнены. Очень много пациентов с инфарктом миокарда. Как распознать симптомы опасного заболевания, узнал наш корреспондент. Неделю назад Таисия Ивановна почувствовала себя плохо. В области сердца возникла неприятная боль, в груди заклокотала и женщина начала задыхаться. Сын сразу вызвал скорую и пенсионерку госпитализировали с отеком легких и инфарктом. Если бы у меня не было отека легких, я бы тоже выпила таблеточку и легла, и, может быть, уже не проснулась. По данным социологов, почти все жители области моложе 50 лет не знают симптомов инфаркта миокарда. Между тем, в 2016 году от этого заболевания в регионе скончались около 10 тысяч человек. Боль или тяжесть в области сердца, которая не проходит в течение 20 минут, должна для каждого стать сигналом набрать номер скорой. Инфаркт уже давно перестал быть прерогативой пожилых. Конечно же, я могу сказать чисто статистически, да, то есть это мужчина старше 45 лет, женщина старше 55 лет, у которых есть там сахарный диабет, артериальная гипертония, у которых есть стенокардия, раньше была клиника, то есть стенокардия. То есть вот это, да, группа риска. Но на самом деле в группе риска находятся все. Последние годы пациентками кардиологов стало много молодых женщин. Все они курящие. Курение медики считают одним из первых факторов, провоцирующих болезни сердца. Особое внимание на здоровье летом также советуют обратить к гипертоникам. Им стоит регулярно посещать терапевта или врача общей практики. Как правило, эти пациенты наблюдаются с артериальной гипертонией именно у таких врачей. Если же рефракторная артериальная гипертония, которая не поддается лечению, то тогда уже врачи-участковые направляют на консультацию кардиологу. Если инфаркт все-таки случился, необходима срочная медицинская помощь. Когда она получена вовремя, у человека есть все шансы вернуться к полноценной жизни. Только за шесть месяцев этого года в Самарском кардиодисмансере прооперировали более тысяч больных. Количество людей, получающих инвалидность после инфаркта, в последние годы снизилось в десятки раз. Инна Сапанченко, Артем Сулайманов, События. 90 лет пожарной безопасности. Профессиональный праздник отметили сотрудники Роспожнадзора. В честь юбилея пожарные со всего региона получили ведомственные награды. С юбилеем службу поздравила Алина Чемерис. Любой пожар проще предупредить, чем тушить, уверен Сергей Жиров. Сегодня он получает ведомственную награду. В пожарном надзоре Сергей работает уже 13 лет. Считает, чтобы предотвратить трагедию, главное найти отклик в умах жителей. Проводим двойную, тройную работу, выходные, праздничные дни. Она направлена на ограничение нарушения граждан, которые могут повлечь с собой возникновение пожара, а соответственно жизнь травмирования людей, материальный ущерб. Донести до людей правила пожарной безопасности, провести профилактическую беседу, благодаря работе сотрудников ведомства каждый год в регионе на 10% снижается количество возгораний. Тех, кто к требованиям безопасности относится халатно, наказывают рублем. Штрафы могут достигать 200 тысяч. Количество природных пожаров меньше, чем было в прошлом году, и мы продолжаем с вами выполнять свою работу. Большого ущерба, масштаб которого может быть несоизмерим, его не происходит, потому что предупредительная работа, она является основой недопущения пожара. В честь юбилея награды получили сотрудники госпожнадзора со всего региона. Для них прошел и праздничный концерт. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Крылья Советов продолжают без поражений выступать в футбольной национальной лиге. Кроме того, голкипер Евгений Конихов по-прежнему бьет рекорды. Андрей Горгуленко стал свидетелем трудовой победы. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». В матче третьего тура первенства России по футболу «Самарские крылья Советов» экзаменовали дерзкого новичка лиги «Курский авангард». Должного волжского гостеприимства авиаторы не оказали, с первых минут осадив ворота курян. Стартовый навал нужный эффект возымел. Гости часто ошибались в простых ситуациях, а на 14-й минуте не уследили за нападающим Сергеем Самодиным, который открыл счет в матче. В первом, к сожалению, много не получалось, было много невынужденных ошибок. Мы проигрывали очень много единоборств. Без поражений не бывает побед. Будем настраиваться, готовиться к следующей игре. Счет 1-0 успокоил хозяев, и начало второго тайма прошло в медленном темпе на невысоких скоростях. «Самарцев» взбодрил долгожданный выход на поле одного из лидеров команды – Сергея Корнеленко. Восстановившийся после травмонападающий первым же касанием едва не забил гол, а затем не один раз обострял игру. «Есть люди, которые своим участием, своим присутствием даже на поле, плюс своей самоотдачей мобилизуют тех ребят, которые на поле. Поэтому Сергей один из таких. Я очень рад, что все-таки он уже с нами и тренируется в полную силу». И все же гости из Курска смогли потрепать нервы самарским болельщикам. Последние 10 минут они зажали хозяев штрафной площади. Мяч не раз мог пересечь линию ворот, но защитникам, которых на поле было сразу 6 в этот момент, удалось отвести угрозу. Не помог забить Курянам и вратарь, прибежавший на последнюю главой в матче. «Конечно, нужно дожимать соперника. Мы это знаем, понимаем, но сегодня не получилось. Где-то дали слабину второй тайм, начали тоже. Ни шатка, ни валка. Конечно, в таких играх надо забивать второй гол, чтобы было легче». Голкипер Крылев Евгений Конюхов, очередной раз оставивший ворота в неприкосновенности, продлил свою рекордную сухую серию в играх ФНЛ до 1419 минут. Разменять полторы-то еще он постарается в следующем матче. Волжане уже в среду на Металлурге примут еще одного бывшего участника премьер-лиги – Томь из Томска. Начало матча в 19 часов. После трех туров самарцы пока делят места с третьего по шестое. С командами, которые также заработали на старте турнира, 7 очков, возглавляют таблицу подмосковные «Химки» и питерская «Динамо». Эти команды имеют стопроцентный результат – по три победы. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На сегодня это все. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова